В городе прошла ежегодная конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда. Участники подвели итоги прошлого года, обсудили актуальные вопросы и поставили задачи на перспективу. Большинство ЧП приходится на сферу строительства и добычи полезных ископаемых. Таковы данные статистики. Об этом рассказывает замглавы администрации города, открывая ежегодную городскую конференцию по охране труда. В прошлом году в округе произошло 30 несчастных случаев на производстве, которые унесли жизни 11 человек. Один случай, произошедший в Муравленко, закончился летальным исходом. Но даже несмотря на снижение показателей реализации мероприятий по снижению производственного травматизма, задача приоритетная. Я хочу подытожить, что основная цель государственной политики в области условий и охраны труда – это сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. В ходе семинара обсуждают вопросы трудовых прав и неформальной занятости. В Муравленко за прошлый год выявили 79 нарушений – 20 случаев выплаты зарплаты ниже прожиточного минимума. Двух работодателей привлекли к административной ответственности. Для участников конференции это не просто встреча, а возможность поделиться опытом, например, по внедрению в своей организации концепции нулевого травматизма, получить новые или проверить свои знания по охране труда. Это еще и шанс познакомиться с инновационными технологиями, к примеру, в производстве средств индивидуальной защиты. Мы затрагиваем основные вопросы актуальные о состоянии условий охраны труда по нашему городу, его производственного травматизма, его заболеваемости. При непосредственном взаимодействии с организацией мы изымаем какой-то некий опыт в области безопасности охраны труда. Данный опыт мы распространяем среди организаций. Тем самым на какой-то уровень стараемся вывести наш город Муравленко, наши организации в городе Муравленко. На конференции традиционно чествуют победители смотра конкурса на лучшую организацию по охране труда. В этом году на звание лучшего претендовали 37 городских учреждений и предприятий. Традиционно конкурс проводит в четыре этапа. Первый этап – это рассмотрение заявок и информационных карт, представленных вами. Второй этап – это проверка знаний в области охраны труда в виде тестирования. Третий этап – это выезд рабочей группы из числа конкурсная комиссия в организации для оценки показателей в области охраны труда. В итоге первое место завоевали компания «Борец Муравленко» и школа номер 3 имени Александра Покрышкина. Второе – у детского сада «Теремок» и филиала «Сибур-Тюмень-Газ». Диплом третьей степени отправился в детский сад «Золушка» и «Ноябрьская энергонефть». Победителям также вручили подарочные сертификаты на покупку средств защиты. Наталья Матюшкина, Алена Гафарова, Сергей Лукович. Новости Муравленко.